В древние времена люди верили, что Земля была центром Вселенной, а звезды и планеты были как-то неподвижно закреплены на небосклоне. Но уже к 17 веку многие ученые пришли к выводу, что это не так, и стали задавать сложные вопросы. Как передвигаются планеты в пустом пространстве? Чем они приклеены к своей орбите? И какая связь между всеми этими вопросами и упавшим с дерева яблоком? Великие ученые с доктором Алланом Чепманом. Исаак Ньютон. Яблочная Одиссея. Добро пожаловать на передачу «Великие ученые». Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности легендарного сэра Исаака Ньютона. Ньютон родился, когда научная революция только начиналась. И несмотря на то, что ученые сделали множество новых интересных открытий, они все еще не понимали, какая физическая сила удерживает Вселенную. Решение этой проблемы увековечило имя сэра Исаака Ньютона. Исаак Ньютон был превосходным математиком, ученым, изучавшим Библию, астрономом и изобретателем. Его бесценным вкладом в науку стало открытие универсальных законов, которые описывают Вселенную. Кембриджский университет гордится своим знаменитым питомцем. Но когда он тут учился, наука не была еще такой, какой она стала теперь. Во времена Ньютона наука, изучающая физический мир, называлась натурфилософией. Но новаторская работа дала ему право называться отцом современной физики. Будучи в среднем возрасте, Ньютон стал капризным и неуравновешенным человеком. Но, по-видимому, эти семена были брошены еще в детстве. Исаак Ньютон родился на Рождество 1642 года. Было маловероятно, что крошечный и слабый ребенок выживет. Его мать повторно вышла замуж за 63-летнего священника. Прощай, Исаак! Воспитываясь у своей бабушки, он вырос одиноким и замкнутым ребенком. Он постоянно дрался и причинял одни неприятности. В юности он был одержим изобретением и созданием новых вещей. Но больше всего ему нравилось конструировать солнечные часы, по которым он определял время. В 17 лет после школы его привезли в поместье Вуллстроп. Но он был абсолютно бесполезен в сельскохозяйственных работах. К счастью, директор школы разглядел его талант, и Ньютон стал готовиться к университетской жизни, прикупив предметы первой необходимости – чернила, свечи, тетрадь и ночной горшок. С этим багажом он отправился в Кембридж. Но, прибыв в университет, у него случился кризис на почве религии. Он составил длинный список своих грехов, включая выпечку пирогов по воскресеньям и кражу кусочков вишневого пирога. Но разве не превосходно? В 1660 году Исаак Ньютон приехал сюда, в Тринти колледж, или колледж Святой Троицы в Кембридж, уже как студент. Он очень удивился, когда увидел, что в расписании в основном были занятия по наукам древних философов, таких как Аристотель. Многие академики до сих пор преподавали идеи, возникшие в Древней Греции более двух тысяч лет назад. И, несмотря на новые открытия, такие, как сделал Галилей, свежие идеи не рассматривались наукой. Но и среди современников Ньютона стали появляться такие, люди, которые ставили опыты, проверяя эти идеи. И эти люди поощряли его точный подход к делу. На Исаака Ньютона повлияли многие его современники, хотя он редко это признавал. Но, наверное, самое большое влияние оказал человек по имени доктор Роберт Гук. Здесь, в Одамском колледже в Оксфорде, Роберт Гук работал с группой ученых, которые позже организуют Лондонское Королевское общество. Королевское общество, президентом которого в конечном итоге стал Исаак Ньютон, играло огромную роль в распространении информации среди среднего класса. Вскоре знания о гравитации, телескопе и воздушном насосе считались частью образования любого джентльмена. Они организовали множество демонстраций, которые разоблачали известные мифы и суеверия. Например, одно старое поверье гласило, что паук не может преодолеть барьер из рога-единорога. Не имея в наличии рога-единорога, они насыпали круг из размельченного рога-носорога и поместили в середину паука. Любопытно, что паук сразу же выбрался из круга. И несмотря на то, что в то время опыты не пользовались популярностью, Ньютон понял, что нельзя просто так вывести универсальный закон. Все должно быть тщательно проверено, перепроверено и математически доказано. Ньютон знаменит своими работами о гравитации, но его первым увлечением была другая фундаментальная физическая проблема — природа света. Он удивлялся тому, как из белого света можно получить так много различных цветов. Этот вопрос мучил ученых тысячу лет. Будучи еще студентом, он стал ставить опыты на себе, подвергая свою жизнь опасности. Говорят, он смотрел на солнце до тех пор, пока его не закрывали в темной комнате на пару дней. Другой раз он решил вставить тупую иголку в слезной канал, чтобы понять, какой это может произвести эффект. Он почти ослеп. Световой год. Используя стеклянные призмы, Ньютон поставил свой знаменитый опыт, открывший феномен света. Люди уже тогда знали, что свет, проходящий через призму, создает эффект радуги. Но многие верили, что именно форма призмы окрашивает белый свет в разные цвета. Но Ньютон доказал, что сам свет состоит из всех этих цветов. Добро пожаловать в лабораторию. Сегодня я поставлю опыт, который Исаак Ньютон назвал удивительным феноменом цвета. Древние ученые верили, что свет был белым, потому что он спустился с небес, а окрашивался уже на земле, загрязняясь земными веществами. Первый, кто рассмотрел эту идею, был Роберт Гук, ответственный за все эксперименты королевского общества. Его опыты привели к выводу, что свет состоит из двух цветов, красного и синего. И взаимное перемешивание этих цветов создает все существующие в природе цвета. Но сэр Исаак Ньютон пошел дальше. И купив на кембриджской ярмарке пару призм, поставил свой красочный эксперимент. Ньютон позволил тонкому лучику света проникнуть сквозь ставни окна и дойти до призмы. Свет, прошедший сквозь призму, изобразил на стене спектр. В отличие от своих современников, Ньютон был убежден, что свет состоит из этих цветов, а призма рассеивает его на составляющие. Используя картонку с проделанной в ней дыркой, Ньютон открыл, что если пропустит только один цвет, например, красный, сквозь одну, а потом сквозь другую призму, то он не будет раскладываться на дальнейшие оттенки. Свет так и оставался красным. Таким образом, Ньютон доказал, что белый цвет состоит из-за различных друг от друга цветов. Сложно преувеличить революционную важность того, что сказал Ньютон о том, что белый свет состоит из комбинации других цветов. Вооружившись новыми знаниями о природе света, Ньютон принялся за создание нового телескопа. Проблема обычных телескопов была в том, что несовершенные стеклянные линзы преломляли свет и искажали изображение. Ньютон сообразил, что этот дефект можно устранить, заменив стеклянные линзы зеркалами. Ньютон соорудил вогну... Ньютон сам полировал металлические зеркала, и несмотря на то, что его телескоп был всего 15 сантиметров в длину, он увеличивал как двухметровый. Успех Ньютоновского телескопа послужил подтверждением его теорий о свете и цветах. Но его работа в Кембридже была прервана. В 1665 году началась эпидемия бубонной чумы, поглотившая весь Лондон. Из-за опасения распространения этой болезни по всей Англии был введен карантин, и все студенты Кембриджа были отправлены домой. Но он не тратил времени понапрасну. Через несколько лет его пребывание дома, в Устерпе, произойдет знаменитая история с упавшим яблоком. Таким образом, он оказался на грани открытия, изменившего впоследствии всю науку. Исаак Ньютон отправился домой, в Линкольншир, где сделал величайшее открытие, гарантировавшее ему вечную славу. Этот период, проведенный дома в Устерпе, ознаменовался началом так называемого Аннуса Мирабелеса, или Ньютоновского Года Чудес. В течение этого времени он продолжил свою работу над оптикой и даже вывел основную теорему анализа. Но именно падение яблока вдохновило его на новый эксперимент. Яблочная Одиссея. Вы удобно сидите? Тогда начнем. Ньютон придумал эту историю о яблоке наверняка, чтобы выглядеть умно. Но тем не менее, эта история стала фольклором. Кто знает, о чем размышлял молодой Исаак Ньютон, сидя солнечным днем во фруктовом саду в Устерпе. Скорее всего, о науке он думал менее всего. Какой бы ни была правда, его гениальность состояла в следующем. Когда на Землю упало яблоко, Ньютон осенило. В этот миг он понял, что силы, действующие на яблоко, были теми же силами, которые удерживали на месте тяжелые предметы. И когда он это понял, он сформулировал свой знаменитый закон всемирного тяготения. Между любыми двумя точками действуют силы взаимного притяжения, прямо пропорциональные произведению масс этих точек и обратно пропорциональные квадрату расстояния между ними. Ньютон описывал свои законы математическими терминами. Но по существу он сказал, что между двумя телами существует притяжение. Чем тяжелее объект, тем больше притяжение. Чем ближе объект, тем сильнее он притягивает. Это простое открытие оказалось впоследствии революционным. Он опубликовал свои достижения в огромной книге. Это оригинальная копия книги Сака Ньютона «Принципиа математика» или «Математические принципы». Это достаточно внушительная книга. Почти 500 страниц детальной математики и геометрии. Сразу же возникает вопрос, а как долго он писал эту книгу? На самом деле ему потребовалось всего три года, чтобы создать этот удивительный труд. Множество терминов, которыми мы пользуемся сегодня, были введены в научный язык впервые. Действие, противодействие, инерция, сила. И все они объясняют один закон. Закон всемирного тяготения. Этот закон универсален, потому что он подходит ко всему. Используя его, Ньютон был первым, кто смог определить, почему два раза в день бывают приливы и отливы. Он понял, что гравитационное поле Луны притягивает к себе воду Земли, заставляя одну массу воды собираться в ближайшем к себе месте, а другую массу воды в противоположном. Это значило, что море становилось глубоким в двух местах одновременно, в ближайшем к Луне и отдаленном от нее. Так как Земля совершает оборот вокруг своей оси каждые 24 часа, в любой точке Земли вода дважды поднимается и дважды опускается. Ньютон попытался объяснить такие эффекты, как сегизийный и квадратурный приливы, связанные с активностью Луны и Солнца. Но это было еще не все. Опираясь на закон всемирного тяготения, Ньютон попытался точно до мелочи предсказать движение планет. Он осознавал, что на орбите Луну удерживает притяжение Земли, точно так же, как вращающаяся нитка удерживает привязанный к ней камень. Кроме того, его вычисления наконец-то объяснили, почему орбиты планет не круглые, а эллиптические. Это потому, что кинетическая энергия заставляет планету удаляться до тех пор, пока гравитация не начнет возвращать ее назад. Универсальность законов Ньютона в том, что они постоянны и применимы ко всем предметам в любой точке Вселенной, будь то брошенный кусок мела или движение планет. Возможно, то, что эти законы используются до сих пор астрономами, изучающими движение планет, и астронавтами, путешествующими в космосе. Как вам это? Законы Ньютона. Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения принесло ему известность. В его работах были ключевые отличия от заключения его основного оппонента Роберта Гука. Ньютон отказывается признавать влияние Гука, но, тем не менее, три закона Ньютона опираются именно на его работы. Давайте посмотрим. Первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона гласит, существуют такие системы отсчета, относительно которых тело при отсутствии на него внешних воздействий сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Очень просто. Второй закон Ньютона. Второй закон звучит посложнее первого. Поэтому будьте внимательны. Он связан с силой и ускорением. Второй закон Ньютона утверждает, что ускорение, которое получает тело, прямо пропорционально приложено к телу силе и обратно пропорционально массе тела. Это значит, если применить к объекту силу, он поменяет скорость и ускорится в направлении силы. Если применить силу в два раза больше, ускорение тоже будет в два раза больше. Если объект будет в два раза тяжелее, то ускорение будет в два раза меньше. Понятно? Хорошо. Третий закон Ньютона. Третий закон очень прост. Он гласит, «Сила действия равна силе противодействия». Это объясняет, почему белый мячик действует на черный. Конечно же, эти законы применяются не только к бильярдным шарам, они применяются ко всем предметам в мире. Но разве это не чудесно? Направление кометы. Несмотря на то, что Ньютон был уверен, что его законы универсальны, как для планет, так и для яблок, он не мог этого доказать, пока в 1684 году его не посетил молодой Эдмунд Галлей. Галлей и Ньютон начали совместную работу по изучению орбиты кометы, применив к ней ньютоновскую теорию гравитации. Галлей понимал, что ньютоновские законы всемирного тяготения верны. По расчетам Галлея, комета должна была вернуться через 75 лет. Он позаботился, чтобы астрономы по всему миру узнали о его предсказании, потому что к тому времени он и Ньютон будут уже мертвы. Назад в школу. В 1668 году Исаак Ньютон возвращается в Кембридж, где ему присваивают звание лукасовского профессора математики. Он селится в колледже Святой Троицы, в одной комнате с Генри Уиккинсом, который в дальнейшем станет частью ньютоновских историй. Колледж Святой Троицы гордится рассеянностью своих знаменитых профессоров. Иногда во время обеда Ньютон, глубоко задумавшись, мог забыть поесть. Сидя в своей комнате, Ньютон работал при свете свечи до самого утра. Говорят, так он однажды изобрел кошачью дверцу, которую он установил в своей комнате. Вскоре история была приукрашена, и стали поговаривать, что Ньютон установил две такие дверцы в своей двери. Одну для кошки, а другую меньшую, для котят. Это может быть мифом. Но то, что великий ученый провел 35 лет своей жизни, изучая алхимию, мистическую предшественницу химии, точно не миф. Многие ученые утверждали, что его депрессия была вызвана вдыханием химических испарений во время проведения сомнительных опытов. Его целью было выявление мистического секрета материи. В увлечении Ньютона алхимией не было ничего необычного. Многие ученые того времени были заинтересованы духовностью. А для Ньютона духовные вопросы были частью образа мышления. Говоря об Исааке Ньютоне как об ученом, не стоит забывать, что он был глубоко верующим человеком. Он также был величайшим ученым, изучавшим Библию. Он интересовался датировкой Ветхого и Нового Заветов. Библейские пророчества оказали сильнейшее влияние на ход его мыслей. Исаак Ньютон с трудом находил общий язык с людьми, и нет никаких доказательств, что когда-либо он выказывал интерес к женщинам. В 1687 году, после издания «Принципий», он стал всемирно знаменит и познакомился со многими людьми. Одним из них был молодой, талантливый швейцарский математик Фатио Де Дуе. Между ними завязалась очень тесная дружба, можно сказать, холостяцкая дружба. Но когда в 1693 году их отношениям пришел конец, Ньютон впал в глубокую депрессию и не смог вернуться к нормальному состоянию. За то время, которое называют «черными годами Ньютона», ученый послал своим друзьям, знаменитому писателю Сэмюэлю Пипсу и философу Джону Локку, множеству причудливых писем. Локку он писал, «Почему вы пытаетесь свести меня с женщинами?» Что он имел в виду? После гравитации. В дальнейшем Исаак Ньютон стал смотрителем королевского монетного двора и отвечал за государственные деньги. Он был известен безжалостными преследованиями фальшивомонетчиков. В 1705 году королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцаре, наградив его титулом сэра. Примерно в это же время он становится президентом королевского общества. Он стал идолом науки по всей Европе, самый знаменитый ученый за всю историю. Исаак Ньютон умер в 1727 году, в возрасте 85 лет. В 1727 году. 31 год спустя, в 1758 году, на Рождество, немецкий астроном-любитель наблюдал за маленькой движущейся в небе звездочкой. Ньютон и Галлей предсказали, что именно в этом месте и в это время появится комета, которая прошла по своей эллиптической орбите вокруг Солнца и Юпитера. Это было потрясающее зрелище. Эта комета называется кометой Галлея. Она явилась блестящим подтверждением механики Ньютона. 17 век был самым прославленным веком современной науки. Исаак Ньютон осознал, что свет, цвет, гравитация и все другое подчиняются одному своду математических законов. Его открытия превратили его выдало современной науки. Доброй ночи! Субтитры создавал DimaTorzok